Доброе утро, уважаемые коллеги! Я вижу, что понемножечку услышатели подтягиваются. Давайте мы проверим связь. Напишите, пожалуйста, в чате плюс, если вы меня слышите, видите, если у вас есть презентация, если абсолютно все хорошо. Вижу плюсы. Прекрасно. Значит, звук есть, видео есть. Это самое главное, ради чего мы с вами сегодня здесь собрались. Да, мне вот очень нравится, что вебинарной площадке теперь видно самим коллегам, видно, у кого нестабильное интернет-соединение, и площадка теперь вам сразу об этом сообщает, когда вы просматриваете вебинар, вам выскакивает такое сообщение, что у вас нестабильное подключение к интернету, и появляется восклицательный значок внизу, когда вы пишете сообщение. То есть теперь вы можете не переживать, что это что-то где-то слетел интернет или еще что-то. Если это именно у вас будет плохое соединение, то он вам об этом заранее сообщит. Будете уже знать, что можно ожидать обрыва связи. У нас пока все, слава богу, хорошо. Мы с вами сегодня поговорим не про школьников, а про дошкольников. То есть мы будем говорить про обучение английскому языку в принципе с нуля, о том, как мы учим наших детишек до школы, что мы можем делать, что желательно делать, что будет для них более всего полезным. Поэтому тема звучит у нас как «Начинаем учить английский язык дошкольниками. Организация и приемы». Надеюсь, что что-нибудь полезное для себя вы здесь точно почерпнете. Коллеги, а напишите мне, пожалуйста, в чате, из тех, кто подключился и не опоздали, да, работаете ли вы с дошкольниками. И пометьте сразу, это какие-то группы или это у вас свои детки. И вы со своими детками занимаетесь, поэтому вам эта тема интересна. То есть что вы ждете от сегодняшнего вебинара, зачем вы на него пришли? Я думаю, что просто учителя английского языка вряд ли сегодня здесь будут находиться, потому что, наверное, не такая-то очень интересная тема, если вы не работаете вообще никак с дошкольниками. Так, вот вижу, работаю в старшей группе в садике. Английский, значит, есть, частная школа, спрос есть. Собираются вот коллега работать с детьми от 4 лет. Есть группа по 3-4 человека. Работаю в группе в детском саду, пишет Ольга Конратьева. Интересно пополнить знания об организации занятий в играх и приемах. У нас, кстати, про игры, наверное, сегодня будет не так много, но про игры я скажу тебе. Смотрите, какую еще видеозапись. Детский центр государственный, собираюсь работать. Ага, в детском саду платные услуги. Просит прекрасно. То есть я хотя бы теперь точно понимаю, для кого я сегодня говорю. Потому что одно дело, когда я эту тему готовлю, то я думаю, как-то, да, с точки зрения, как вам это все показать. А вот кому вам, мне всегда интересно уже в начале вебинара, все-таки для кого я выступаю. Большой спрос вижу. Учитель в школе предложили поработать в детском саду. Работаю со школьниками, на что делать с малышами. Интересно, да, что можно, что не можно. Работа в дошкольном утверждении, планирую переучиваться на педагога по доп.услугам. Вот тоже очень у Анастасии интересный ответ. Хорошо, коллеги, вы, если что, то задавайте вопросы в чате, как обычно, да, во время вебинара. Я с большим удовольствием буду стараться максимально на все вопросы отвечать. Хотя чат я все-таки скрою, да, чтобы он меня немножечко не отвлекал. Вы можете в чате, соответственно, да, переписываться, общаться. Я тоже вижу все ваши сообщения. Они у меня появляются, так что не переживайте. Итак, давайте мы с вами начнем. Я думаю, что те, кто меня знают, они не удивились, что я не представилась. Но для тех, кто сегодня первый раз на вебинаре, я представлюсь. Меня зовут Алена Евгеньевна Козевичева. Я заместитель руководителя Центра образовательных программ издательства ТИТО. И автор учебных пособий, но, правда, не для дошкольников. Поэтому сегодня просто так я указала. Итак, с чего мы начинаем, как правило, когда мы подходим к процессу обучения? Мы смотрим с того, что нам можно, что нельзя и что нам нужно сделать с тем или иным учащимся. Да, с тем или иным учащимся. В данном случае мы говорим не столько про учащихся, сколько про детей. Потому что мы говорим про детей до, соответственно, 6 лет включительно, то есть до первого класса школы. Мы не будем с вами говорить про первоклассников, потому что все-таки вот даже подготовительный такой, да, внеурочный английский в первом классе, это относится не к дошкольникам. Они уже все-таки учатся в школе, они привыкли. Первоклассники сильно отличаются от 6 лет, согласитесь. Чем же мы должны регламентировать вообще любой свой подход, который мы собираемся применить с нашими дошкольниками? Если мы работаем с дошкольниками, значит мы руководствуемся в ГОС для дошкольного образования. Как же связан в ГОС для дошкольного образования, что он там имеет в себе с точки зрения развития ребенка? Потому что в ГОС нам предписывает, что основная цель в дошкольном возрасте – это развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. То есть ни в коем случае не напрямую его обучение в ГОС-ДО ставит перед собой целью все-таки развития ребенка. Именно поэтому здесь на слайде и указано, да, в ГОС-ДО и развитие ребенка. Но возникает вопрос, как же мы его развиваем? С точки зрения в ГОС-ДО направление развития всего 5 – это социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. Когда мы с вами говорим про иностранный язык, мы понимаем, что мы не можем говорить полноценно про все направления, и причем сразу на одном занятии. Как правило, мы будем с вами задействовать социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие и речевое развитие. То есть это то, что полноценно нам может дать наш предмет иностранный язык. Но я также скажу, что немножечко физического развития мы всегда добавляем, потому что у нас есть что? Есть подвижные игры. И пускай это будет, конечно, не отдельный такой урок физкультуры или занятие с физкультурой. Но все равно мы что-то подвижное всегда с ребятами делаем, потому что иначе им будет скучно, и они начнут отвлекаться от цели, почему вы здесь собрались, что вы здесь делаете. Вы учите английский. И художественно-эстетическое развитие. Я сегодня даже немножечко затрону про это вкратце, тоже этот вопрос. По английскому языку, когда мы учим английский язык с ребятами, мы художественно-эстетическое развитие тоже немножечко затрагиваем. С точки зрения того, что мы в любой сфере можем применить иностранный язык. Мы такие вот многофункциональные с вами. Поэтому и с точки зрения художественно-эстетического развития нам тоже есть что сказать на английском языке. Поэтому мы тоже здесь его, конечно же, будем применять. И, соответственно, конкретное содержание уже указанных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, то есть что конкретно будет входить в том или ином возрасте в социально-коммуникативном развитии, в познавательном развитии, в речевом развитии. Это уже будет соотноситься с возрастом нашего дошкольника, а также определяется целями и задачами программы, которую вы, соответственно, составляете для того, чтобы работать с ребятами и может реализовываться в различных видах деятельности. То есть это может быть и общение, когда вы делите на микрогруппы, например, и они у вас что-то друг у дружки в микродиалоге, что вы спрашиваете. В играх, когда, опять же, вы либо со всеми вместе играете в мячик и что-то передаете, какие-то слова, лексику повторяете, которые вы только-только выучили, когда вы вводите это все в речь, опять же, в игре, в коммуникативной. Это познавательная следская, может быть, деятельность. То есть это все будут такие, как здесь правильно, вот указаны сквозные механизмы развития ребенка. Это вот то, на что мы с вами ориентируемся. Мы ориентируемся на основную цель развития ребенка, то есть ту цель, которую предписывает нам в год для дошкольного образования. Следующий вопрос, который у нас возникает, это когда же можно все-таки начинать изучать иностранный язык. И этот вопрос, он, наверное, вечный. То есть такого единого мнения, чтобы оно у всех совпадало, у всех ученых, у всех практиков, такого ответа, наверное, нет, скорее всего. Я скажу, что его нет. Но я скажу, как стал лучше. То есть с точки зрения, опять же, исследований, лучше всего начинать изучать язык, иностранный язык в 5-7 лет. То есть с 5 лет, когда система родного языка ребенком уже достаточно хорошо усвоена. И тогда он, соответственно, к новому языку относится более сознательно. Но я здесь вам сразу же еще раз говорю, что это лучше всего изучать с 5 лет. Но никто не отрицает, что очень многие дети прекрасно начинают овладевать иностранным языком, наравне с тем, что говорят и на русском тоже, с 3 лет. То есть понятно, что двухлетки мы вряд ли будем учить английскому языку. Это мало представляется себе реальным. Но дети с 3 лет, но опять же, это все зависит от развития ребенка, насколько он развит. Кто-то бывает к 3 годам еще, вот он совсем маленький, он может быть даже еще и на родном языке совсем-совсем плохо может что-то изъясниться. Соответственно, вы не будете ему вводить иностранный язык просто потому, что, если он не билинговый, вы не будете вводить ему иностранный язык, потому что в этом нет никакой нужды. Как бы вам не хотелось, чтобы ваш ребенок разговаривал на нескольких языках. Соответственно, все-таки сознательное такое изучение для тех ребят, кто уже подрос, кто готов к этому, будет начинаться где-то с 3 лет и далее с 5 точно. С 5 лет уже точно можно, потому что это ребята, которые понимают уже и родной язык, и вот этот второй язык, это как что-то такое неожиданное, необыденное в диковинку, и он изучается поэтому лучше. В возрасте 5-7 лет у них мало штампов речевого поведения. То есть все, что они учат у вас, идет, как первый раз они это услышали. Они не цепляют, еще не имеют вот этой способности откуда-то уцепить ошибки. Да, вот как наши школьники, если где-то один раз услышали, им показалось, что они, допустим, песню какую-то услышали, вот говорили там так, или слово произносилось так. У них это останется, зацепится и все. Чтобы попробовать из них это как-то убрать, чтобы они перестали так неправильно произносить слово или неправильно употреблять какое-то грамматическое правило. Это очень тяжело. Потому что у них уже есть вот эти штампы. Они несколько раз так сказали, где-то несколько раз так написали. Все, засело в мозгу. С дошкольниками немножечко не так. Они еще не набрали вот этого всего лишнего и ненужного. То есть у них нет этих штампов речевого поведения. Все, чему вы их научите, то они вам в итоге покажут, когда будете что-то с них спрашивать, какую-то игру, может какую-то театрализованную постановку с ними проводить, делать. Вот что вы с ними выучите, как вы с ними это выучите, так они будут это применять. Опять же, в возрасте 5-7 лет им еще легко по-новому кодировать свои мысли, потому что иностранный язык здесь выступает действительно как какой-то такой кодовый шифр. И для них это интереснее в 5-7 лет, чем уже начинать только с 2-го класса школы, когда-то понимают, что это обязанность ходить на урок английского языка и так далее. Лучше все начать пораньше, чтобы они уже были заинтригованы языком. И также у них нет больших трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке в связи с тем, что у них отсутствует языковой барьер, то есть психологический именно языковой барьер. Если мы сравним никогда не изучавшего иностранный язык взрослого и никогда не изучавшего иностранный язык дошкольника, допустим, 5 лет, это абсолютно две разных позиции изучения языка. Наш дошкольник, 5 лет, он не будет стесняться говорить на иностранном языке. Он даже не будет бояться и стесняться допускать каких-либо ошибок. Потому что он еще не ощущает себя, что он должен кому-то что-то. А взрослый человек, он будет переживать, что как же так все вокруг говорят на иностранном языке. А я не говорю, если я вдруг неправильно скажу, мне неправильно поймут, я могу кого-то обидеть. У детей дошкольного возраста такого барьера нет. Поэтому чем раньше мы с ними начинаем изучать, тем меньше мы потом получим в итоге взрослых, которые у нас идут с тем, что вы научите меня английскому, но я всего боюсь и говорить ни за что не буду. Поэтому давайте учить их все-таки с дошкольного возраста английского. Так что это очень хорошо, что у вас есть спрос. Вот то, к чему я задавала как раз вопрос в начале вебинара, почему вы сюда пришли сегодня. Теперь у меня вопрос следующий. К тем, кто уже работает с дошкольниками или в школе подготовительных, то есть где-то как-то, со своими детьми. Есть ли что-то такое, что отбивает у ваших дошкольников интерес к обучающим и развивающим заданиям? Вот мне очень интересно. Есть ли у них все-таки вот что-то, почему они у вас не хотят? Допустим, играть в какую-то игру на иностранном языке, которую вы им предложили. Если они не хотят, допустим, вот этот же самый мячик просто друг к другу кидать, чтобы повторить лексику изученную. Или у них принципиально как-то, да, вот они не хотят, они выполнять ваше задание, не знаю, составить диалог с соседом. Есть ли вот что-то такое, что вот может у ваших, как вы видите, у ваших дошкольников, оно может отбивать вот это желание к вообще изучению. Тема, если неинтересна, то не хотят. Так. Когда говорят, что никому это не нужно, ну понятно, да. А, звук, вижу, появился у вас. Ага, хорошо. Некоторые стесняются. Но это, опять же, да, характер, все зависит от характера ребенка и насколько они у вас раскроются на вашем КГЭТом занятии. Он может быть, кстати, абсолютно стеснительным. И только педагог, вот, воспитатель, да, как-то руководитель, вот, кружка, допустим, назовем это так, он сможет как-то так ребенка, да, настроить хорошо и замотивировать его, что он перестанет так сильно стесняться. Хуже всего отбивают родители. Вижу, что просто устают. Вот уже несколько комментариев было от других занятий, устают. И, конечно же, интереса у них уже не то, что никакого, мало, да. Им интересно только играть, им интересно учить. Это очень, кстати, правильно, потому что ведущая роль в дошкольном возрасте у нас у игры. Если поставить не с тем, с кем хотят, то играть не хотят. А, в смысле, в пары, да, если поставить с кем-то не с тем. Поставьте с тем, с кем хотят. Главное, ваша задача, чтобы они, вы настраиваете у них в первую очередь не психологические такие, да, основы, как это называлось, я уже забыла, да, не социометрию вы у них проводите, вы же не психолог. Ваша задача, чтобы они у вас, пускай, даже если он хочет только Маша с Васей будет составлять диалог, ну, пускай Маша с Васей составляет диалог. Главное, чтобы составили. Да, так что, ну, я представляю, насколько это, да, вам хочется все-таки их поменять группами, местами, а они не хотят. Так, они разговаривать не по теме будут, если сделать, как они хотят. А, отвлекаются. Так, нужно такое задание, чтобы они не отвлекались. Так, при отсутствии каких-то успехов в игре, добрых слов, ребенок теряет интерес. Да, кстати, это тоже очень важно, когда мы их не мотивируем. Соответственно, мы делаем вывод из тех комментариев, что вы написали, коллеги, как раз к тому, к чему я и вела. Если мотивация у них недостаточно высока, а поддержать мотивацию в дошкольном возрасте к изучению иностранного языка нам очень важно, да, потому что если мы отобьем желание у них просто тем, что мы пришли, дали какое-то трудновуполнимое задание, не знаю, выучить 10 новых слов, а сами на занятии ничего для этого не сделали с ними, чтобы они эти 10 слов прямо автоматически запомнили, чтобы они как-то визуально, через аудиоканал, да, чтобы они не прямо врезались в память, и пускай они у вас не все 10 слов с предыдущего занятия запомнят, а запомнят 6-7 слов, да, это хорошо. Соответственно, нам нужно поддерживать постоянно у них вот эту вот мотивацию. Спасибо большое, я видела комментарии. То есть мы должны с вами, самое главное, поддерживать мотивацию. Вот именно о познавательной мотивации мы сейчас с вами немножечко поговорим, и я покажу вам, как связана мотивация с тем, что мы хотим ребятам учить иностранному языку, и как они его все-таки тогда изучают. Так, да, вот это вы правильно пишете, да, постоянная смена деятельности, наглядности, аудио обязательно всегда должно быть, потому что не всегда достаточно только того, что вы произносите, им нужно слышать разные варианты, да, и как этот звук, даже просто одно и то же. Если вы считаете, что вы, у вас прекрасное произношение, и так действительно, я абсолютно верю в это, да, но для ребят очень важно слышать не только голос преподавателя, учителя, воспитателя, да, но и голос, допустим, как он звучит из записи, как он звучит с видео, которое они смотрят, как это соотнести. Аудио, когда они смотрят видео, там есть аудио, и то, что они видят, да, визуальное, это для них очень-очень сложно поначалу. Зато чем, представьте, больше вы их с этим сталкиваете, чем они больше понимают, что если я сейчас здесь отвлекся, да, заговорился, как вы написали в чате с любимым своим соседом, допустим, да, то он отвлекся и не смог ничего сделать. И все себя довольны, что-то сделали, а я вот все пропустила и ничего не сделал. Поверьте, они потом захотят быть как все, то есть, чтобы у них тоже была там правильно выполненная поделка, чтобы он также правильно запомнил слово, которое сейчас учитель сказал. Если не выиграл, то обидится. Ну, конечно же, поэтому, чтобы выиграть-то, вы же скажите, надо послушать внимательно, да. Да, дошкольники, это очень весело на самом деле. Я вот, к сожалению, прямо с дошкольниками не работала. Я работала только максимально вот с первоклассниками. Ну, они вот хоть и хочется сказать, что они похожи на шестилеток, но нет. Так что из дошкольников у меня только мой двоюродный брат. Я только со своим двоюродным братом английским немножечко занимаюсь. Соответственно, давайте мы с вами посмотрим на познавательную мотивацию дошкольников. Участие учащихся в начальной школе познавательный интерес не имеет характера, действия познавательной мотивации, не играет существенной роли в структуре мотивов учения. То есть, почему это с этим связано? Почему наши школьники во втором классе уже ничего не хотят? Они увидели, что, ой, это сложно, и здесь я ничего запомнить не могу. От чего это все пришло? Одна из причин подобного положения, плачевного, печального в школе с английским языком, в самом начале, во втором классе. Это недостаточный уровень сформированности познавательной мотивации к концу дошкольного возраста. То есть, они не научились мотивировать себя к тому, что им нужно что-то сделать. Почему это происходит? Здесь, в принципе, это описано. Это является следствием неудовлетворительной организации педагогической деятельности в дошкольных учреждениях в плане развития детской любознательности. То есть, сейчас очень мало делается упора на развитие детской любознательности, на то, чтобы научить их, как стремиться к этому познанию, к учению, потому что эта проблема недостаточно теоретически и методически изучена. То есть, собственно говоря, проблема только в этом. Если вам захочется поподробнее почитать, то потом, когда вы сможете на English Teacher, скачать презентацию, здесь есть прямая ссылочка на киберленингу, на статью, соответственно, из которой я это зацитировала вам. Что же такое мотивация? Мотивация – это побуждение к действию. Мотивация – это способность человека удовлетворять свои потребности посредством какой-то деятельности, которую он, соответственно, выполняет. Мотивация – это динамический психофизиологический процесс, который управляет поведением человека и определяет его организованность, направленность, устойчивость и активность. То есть, без мотивации мы ничего этого с вами не получим. Это будет неустойчивый, неактивный, ни на что не направленный, ничем не заинтересованный абсолютно человек. Маленький, пускай, да, но все-таки человек. Соответственно, нам очень важна мотивация. И нам важна, конечно же, позитивная мотивация к обучению. Что такое позитивная именно мотивация к обучению? Это побуждение, обуславливающее достижение положительного результата к предстоящей учебной деятельности. То есть, это определение именно для, когда мы говорим про дошкольников. То есть, из книги «Развитие познавательной, позитивной мотивации дошкольников к обучению в детском саду». Мотивация в дошкольном возрасте. Развитие мотивации не должно быть ступени, которая бы предшествовала обучению. То есть, мы не сначала их мотивируем, показываем, что мы в игрушку поиграем, а мы и аудио с вами послушаем, и видео будет интересный, мультик, допустим. Нет, оно должно быть параллельно и неразрывно идти с обучением. То есть, все эти и игры, и мультики, которые мы показываем, они не просто должны быть какие-то абстрактные. Я сегодня просто посидел, пораскрашивал картинку, и мне ничего не спросили на английском языке, что я сегодня такое раскрашивал, какими я карандашами, каких цветов карандашами я сегодня ее раскрашивал. Просто я пришел на урок, пораскрашивал, ушел. Не соединяется здесь у нас мотивация. То есть, это получится мотивация, что вы художественно-эстетическое развитие даете, но английский забываете. И в коем случае обязательно вместе. Если дети любят, как правило, все дети любят что-то раскрашивать, одни раскрашивают лучше, другие раскрашивают хуже. У нас здесь не урок из-за, слава богу. Наша задача, чтобы он нам мог сказать, допустим, какого цвета он взял карандаш, чтобы раскрасить. Почему именно этого цвета? Потому что, допустим, леса рыжие, поэтому я взял такой оранжево-красный карандаш, чтобы они могли с вами проводить небольшую коммуникацию. Это тоже все должно быть взаимосвязано. Учебная деятельность для дошкольника должна быть разнообразной, направленной на раскрытие тайн, разгадывание загадок, ребусов, квизов различных, с возможностью играть и фантазировать. Потому что именно, как я уже сказала, игра – это ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Что мы можем, соответственно, делать? Допустим, здесь пример из книги «I can» на развитие мышления и речевое развитие. Мы видим, что здесь изучают они слово «sing». И на примере визуализировано, показано, даже без перевода понятно, что такое «sing», потому что «поет». Что делает у нас лебедь? «Поет». Что делают птички у нас там? Почему нарисованы нотки? «Поет». Что делает мальчик у нас стоит? «Тоже поет». Соответственно, они поймут, что такое обозначает слово «sing». Очень хорошая идея – это когда вы смотрите то, что Ольга написала, видео не до конца, а замотивировать их тем, что все остальное, что было дальше, мы посмотрим уже на следующем занятии. Вы, опять же, их привлекаете к себе, вы привлекаете к вашему конкретному занятию. Они уже хотят к вам идти. Это очень хорошо, это очень всегда действенно. И, кстати, не только с дошкольниками. Это всегда действительно так. Причем, посмотрите, по примеру, который сейчас на слайде, не просто так дается слово «sing» и больше ничего. Здесь есть небольшая такая рифмовка. «I can sing songs», «swong can sing», «swong songs», «can you sing songs?» И как минимум попробуй все это выговорить. Это ребятам будет абсолютно весело, интересно, с тем, чтобы они смогли правильно все это произносить. Вот как раз я вам и говорю. У нас в рифмовке вводится «can», а «I can» в плане того, что я умею делать, книга. Соответственно, здесь в данном случае фраза «I can sing» и «swong can sing», соответственно. То есть мы вводим это «can» через действие, которое изображено визуально на рисунке. На следующем развороте, соответственно, будет другой какой-то глагол, с которым тоже будет рифмовка с употреблением тоже модального глагола «can». Таким образом, вот именно «I can», что можно делать. Причем здесь всегда сравнивается, что может сделать мальчик у нас, и что может сделать лебедь. Или чего не может сделать, либо мальчик, либо лебедь. То есть вот поэтому. Здесь и книга «I can». Надеюсь, теперь более понятно. Плюс внизу, конечно же, есть слова. Для развития мелкомоторики мы это никуда с вами не выкидываем. Мы моторику развиваем на своих английских буквах, пускай на родном языке они это сделают, на каких-то палочках и чем-то еще остальном. Здесь они прописывают целиком слова. По буквам они вводят не ручкой, ничем они вводят пальчиком. То есть прописывают полностью, как по стрелочкам нарисовано все слово. И «sing», и «songs». То есть несколько даже букв они здесь, получается, смогут уже научиться писать. Далее, пример на развитие мышления, создание творческой обстановки из книги «Развивашка. Животные». Здесь мы с ребятами не просто что-то сразу же бросаемся рисовать, мы сначала с ними рассуждаем. То есть первое у нас вопрос звучит так. Как ты думаешь, о ком эта книжка? Для этого нам что нужно было сделать? Восстановили рисунок, соединили точки. Восстановили рисунок, соединили точки, но все равно у нас остаются еще пустые места. Так или иначе, нам достаточно того, что мы видим, для того, чтобы сказать, о ком эта книжка. Понятно, что они скажут, что про животных. Потому что здесь и лиса, и коровы тут есть, и лошадь есть. То есть явно животный мир. Они вам скажут, что про животных. Следующий вопрос. Как ты думаешь, кто скрывается под знаками вопроса? Нарисуй. То есть для создания такой творческой обстановки нам нужно будет сначала с ребятами придумать, пускай даже каждый что-нибудь свое придумает, кто же там скрывается под знаками вопроса, что там может быть нарисовано. И если на картинке внизу есть небольшая подсказка, что там может быть еще одна бабочка лететь, потому что там часть бабочки попала под место для рисования, то на верхнем рисунке там абсолютно вообще непонятно, какое животное или кто там вообще может отсутствовать. Соответственно, да, они могут здесь и бабочку, допустим, нарисовать, и все-таки какое-то животное еще туда даже дорисовать. И вам кажется, наверное, что маленькие они, эти кружочки. На самом деле они довольно крупные, потому что книга формата А4, и это разворот огромный. То есть два А4 вместе. Соответственно, вот они вам предполагают, кто там может бежать рядом с лошадкой, допустим, или может быть это там, не знаю, кого здесь не хватает, того они вам и предложат. Главное, чтобы не рыбу, да, потому что, ну, явно на суше, не там и там, допустим, рыбы быть не может. Вот вам и развитие, и спросите, как это, соответственно, да, скажете им, как это будет называться по-английски, что-то они сразу запомнят, да, что-то они не запомнят, соответственно, вы будете изучать этих животных по одному уже с помощью пособия. Вот как здесь, да, слово Fox, все пособие построено на том, что я здесь буду придумывать своих животных. Главное, да, скажите им, что эти животные, да, по предыдущему этому развороту вопросу у Светланы, они должны, эти животные, все-таки подходить к рисунку. Но мы создаем творческую обстановку. Понятно, что они могут придумать какое-нибудь и несуществующее животное, но мне кажется, что таких ребят будет меньше всего. Вот чаще всего они просто подумают, что кто-то перерисует, ту же самую, допустим, мышку, которая здесь уже есть, или зайчика, который уже нарисован, да, такие детки тоже есть. И в принципе, если у них совсем не развито креативное мышление, то они хотя бы догадались, что это должна быть не рыба, опять же, да. Но те, кто будут додумывать животных, которых нет в этой книжке, это ничего в этом страшного. Вы просто, просто дополнительные два слова им озвучите, скажите, как это будет называться по-английски. Каждому какие-то свои. То, что он рисовал, тому вы подойдете и скажете, они вам будут поднимать руки, соответственно, да, будут говорить, что вот, а кого я здесь нарисую, а как это будет по-английски, а здесь нет этого слова в этой книжке и так далее. И хорошо, вам подойдете и скажете, да, плюс еще две лексических единицы. Здесь такие креативные дети. Да, есть. И те, кто рыбу рисует на суше, тоже есть, не переживайте. Так что смотрите, что они у вас там рисуют. В книге, как я уже сказала, в самой далее, там, где мы изучаем уже отдельные лексические единицы, таких книг у нас несколько, в том числе есть и про жителей подводного мира, так что там будет где разгуляться про разных рыбок и не только. Здесь, например, фокс. Да, вы видите, слово вводится. Вводится оно и отдельно само слово, и к нему дается транскрипция. Внизу есть перевод, в случае чего можно перевод закрыть. Да, то есть он так удобно всегда пропечатан. И само слово на английском у вас дается, опять же, со стрелочками, как его нужно прописать, чтобы оно было написано правильно. Опять же, берем пальчиком просто, как и на пиктограмме рядом, указанном пальчиком, все это проводим и пишем, соответственно, слово «фокс». Плюс всегда на каждое слово есть какие-то два задания на развитие мышления. Здесь это вот «найди двух одинаковых лисичек». Опять же, мы можем еще раз слово «фокс» повторить, потому что наша задача только выучить слово «фокс». И в средине точки раскрасть картинку. Опять же, да, вы спросите, что это изображено, не скажу, что это «фокс». Если уже до этого выучили цвета, то какого цвета там лисичка, допустим, да, потому что связано с раскрашиванием. То есть как составная часть, такая небольшая от вашего занятия, книга вам может помочь, потому что здесь есть задание. На развитие мышления, может быть, вот и такое задание. Здесь не только мышление, но и тоже немножечко есть творчество совсем чуть-чуть, да, из книги «Сезонгс». У нас «Винтер» уже соединено, но все равно мы видим, что там не до конца раскрашен рисунок, потому что явно морковка у снеговика должна быть красная. Да, что еще? Наверное, шляпа у него тоже не белого цвета. И на мальчике не обязательно все должно быть сверху белое, да. Что-то, конечно, может остаться белым, но что-то можно и раскрасить, да, для более такого яркого восприятия картинки. Они у нас читают здесь целым словом, да, то есть вот в этих пособиях, как и в «I can», так и в «Seasons» здесь идет чтение целым словом, то есть они повторяют за тем, что вы им сказали, да. Соответственно, вы говорите, что это «Winter», они запоминают, что это «Winter». Они у вас выучили эти слова, и визуально они их могут распознать, потому что это задание уже, вы видите, 12-13 страница, а до этого они изучали отдельно. Отдельно было слово «Winter», отдельно «Spring», отдельно «Summer», отдельно «Autumn». То есть они визуально уже запомнили каждое слово, и они просто их соединяют по, соответственно, значению того, с чем нужно соединить. «Autumn» с, соответственно, верхней, да, левой картинкой, и так далее, да, там «Весну» внизу справа, и «Лето» внизу слева. Соответственно, мы и раскрашиваем, и читаем вот целым словом, да, уже вспоминаем, что нет-нет, вот слово вот «Oton», вот это странное такое слово, непонятное сочетание букв, да, это все-таки «Осень». И они у вас таким образом это запомнят, да, и смогут вот здесь еще и немножечко порисовать. Да, они должны слова увидеть, прочесть целым словом, выхватить, что вот это слово визуально, мы просто сейчас, да, вот, наверное, вы тоже пишите, они у вас, да, они не сколько для подготовишек, они именно вот для совсем маленьких, то есть одно слово для них, да, плюс какие-то еще дополнительные раскрашивания, для дошкольника иногда, для некоторых дошкольников, даже что-то раскрасть – это целая проблема, да, когда еще и вы тут спрашиваете, каким же ты цветом раскрашиваешь, еще и вспомнить, каким цветом я раскрашиваю, да, это тоже очень сложная задача. Да, так вот в предыдущем задании, да, они читают слово целым словом и соединяют его с картинкой, плюс картинку, конечно же, до конца раскрашивают. Далее у нас пример идет уже из 12 шагов к английскому языку, то есть это курс из 12 книг, в каждой книге, соответственно, добавляется что-то свое. Курс, конечно же, нужно начинать с первого шага и идти до 12 шага. Здесь пример из шага номер 9, из 9 книги. И мы развиваем здесь мышление, мелкую моторику и, конечно же, речевое развитие. Смотрите, у нас и задание на «Посмотри, послушай, повтори» есть, и на «Посмотри, расскажи» по иллюстрации, соответственно, что там происходит. Они здесь в учебном классе, да, потому что им уже 5 лет, и в следующем году в 10, 11, 12 шаг они берут, будучи шестилетками, и потом уже пойдут в школу. Вот Анастасия Душина пишет, «Мы занимаемся по этому курсу в садике». Напишите, нравится вам заниматься? Наверняка нравится, потому что тематика, вот то, о чем вы писали, что мотивация может быть низкая, когда неинтересно, вот здесь не может быть, мне кажется, неинтересно, потому что всегда что-то происходит с главными героями у нас. Нравится, прекрасно. Очень интересно детям уже неоднократно мы слышали про, не только про Сандру и Алекса, про двух главных героев, что-то читать, смотреть, чем они занимаются, но еще и посмотреть, чем занимаются там животные. Там есть друзья тоже у них, и собачка, и котик, и попугай, поэтому там очень интересная история. Плюс здесь у нас есть рифмовка. Here is my classroom. I come here every day. Come to my classroom. Let's study and play. Не сложная. Она, естественно, с аудио, вы видите на значке, это аудио, значок на третьем задании. То есть вы слушаете, вы повторяете, плюс в книгах, в каждой книге есть методические рекомендации, как работать, какие слова идут на активное усвоение, какие идут у нас на просто пассивное, на узнавание. То есть это все-все-все здесь есть. И ребята здесь уже изучают потихонечку алфавит, поэтому вы видите здесь четвертое задание. Это как раз задание, связанное с алфавитом. Они учат букву F, соответственно, и мы видим, что слово flag. И если они правильно раскрасят каждый, не квадратик, что это частичку флага, тем цветом, которым написана буковка, то есть синим, соответственно, и таким красным, то у них получится флаг. И суть в том, что белый синий-красный, ребят можно спросить, чей флаг. Так, если с пятилетками начнем заниматься, то с первой книги все равно начинать. Да, вам лучше все равно начать с начала. Только вы тогда в таком случае быстрее пройдете, потому что все-таки начало там, оно рассчитано на детей с 4 лет. Вот, поэтому да, вам вот лучше. Вам лучше начать с начала, чтобы они у вас не упустили много-много тем. То есть как здороваться, как что-то просить, про мытье рук, например, перед едой, связанное все, что вот с едой, бытовые такие темы, они все идут вот в первом, втором, третьем, четвертом шагах. То есть вы сразу же так перескочите, все это полностью пропустите. Плюс у них не будет вот этой базовой лексики. Да, она все-таки нужна. Поэтому вот. Но тематика там все равно будет интересна. Не важно, с пятилетками вы возьмете, с шестилетками вы что-то возьмете. Это интересно. Разница только в том, за сколько времени будете осваивать курс. Чем старше дети, тем быстрее осваиваются. Серия очень способствует детям в игровой манере учиться всему, в том числе писать, узнавать буквы, называть, понимать предметы, явления на двух языках. Да, и все дается, как вы видите, да, всегда в каком-то контексте. То есть не просто так здесь озвучена тема. И родителям удобно заниматься, потому что есть методические рекомендации, о которых я и сказала. Плюс аудио есть. Да, аудиозапись всегда спасает, будь вы родитель, занимаясь со своими детьми, или вы воспитатель, или вы учитель, занимающийся с дошкольниками. Так, выучили весь алфавит. Подготовишкам очень понравилось. Рисунки с буквами, выучили весь алфавит. Вот видите, наглядный пример, что все работает. Так, имеет ли значение, умеют ли уже дети читать на родном языке? Большинство наших патилеток не умеют. Нет, вы знаете, здесь это связано с тем, чтобы они не путали родной и иностранный язык. Но если они хотя бы, да, они у вас говорят уже на русском языке, может, они у вас не очень хорошо читают. Большинство патилеток не умеют. Не знаю, я помню себя, я очень бойко читала. То есть пять лет. Зависит от того, все-таки, да, сколько мы с детьми занимаемся. Поэтому вот наша задача, все-таки, это иностранный язык, так, чтобы они у вас потом по-русски говоря не вставляли какие-то английские слова в свою речь. Но этого не будет, потому что они у вас не живут в языковой среде. То время, что они у вас находятся на занятии, а это, напомню вам, 20-25 минут, да, это очень мало, чтобы погрузить их настолько, чтобы они перестали по-русски у вас говорить. Они у вас все равно живут в русскоязычной стране и будут говорить в первую очередь на русском языке. А английский они у вас будут учить вот именно, да, то, о чем я говорю, для того, чтобы вы у них сформировали эту мотивацию, потому что это английский, это очень интересно, чтобы потом, куда бы они ни пришли, в какую бы школу, к какому бы педагогу, они не попали во второй класс, а в педагоге, вы сами знаете, коллеги, тоже бывают разные. Кому-то, кому-то тянутся дети и бегают на занятия просто, да, с большой радостью, а кого-то вот бывает, что вот не любят, да, дети, и причем это не какой-то отдельный один ребенок, нет, бывает такое. Представьте им, чтобы хотя бы предмет им нравилось, чтобы они туда ходили, в любом случае, вот, ради того, чтобы что-то новое всегда познать. Им не будет потом скучно, они будут потом супер-мега-экспертами. Почему им будет скучно? Представьте, они здесь учат буквы одним способом, да, то есть вы вот особо здесь, кроме как то, что учительница сказала, что look at the letters, I've got F, да, вот на картинке. Вы это увидели, второе задание на этом развороте, мы с этого разворота, чувствую, не скоро уйдем. А четвертое задание, они эту букву в итоге просто раскрашивают, да, прописывают по буквам сверху, еще раз говоря вам, что это слово flag, потому что буква F, да, они выучили, букву F. Соответственно, и они, соответственно, у вас эту букву здесь запомнят с помощью такого вот подхода, да, то есть по-другому все вводится, все равно, представьте. Вспомните, как у нас алфавит дается в учебниках. Где-то он дается сразу весь целиком махом. Вам тем более полезно с ребенком отдельно их изучить, что потом, когда они придут, и в каком... В одном учебнике дается алфавит весь целиком, где-то его учат по полгода. То есть всегда все везде по-разному. Подготовьте их к тому, чтобы они в принципе знали. Они, может быть, будут путать, путать какие-то буквы. Такое часто бывает, да, вот по опыту знаю, S и C, да, эти две буквы, это вот прям сложность-сложность. Что-то они не будут никогда, например, путать. Буква W всем очень сильно нравится, и они ее запоминают просто почему-то прям моментально. И буква, кстати, X, и слово X-ray, да, они это почему-то тоже очень легко запоминают. Да, потому что... Представьте, насколько вы им облегчите задачу в школе, в втором классе. Не получится дублирование? Нет. У кого-то не было, они будут все учить сначала. Это в... Как сказать? У кого... Тот, кто не ходил ни в подготовительный, ни в детский садик, у него не было там нигде английского, он будет учить, соответственно, просто в школе понемножку. И мы с вами прекрасно знаем, к чему это приведет. Потому что мама, как правило, захочет его еще куда-нибудь отправить на какие-нибудь дополнительные курсы, в центр творчества, да, и вечером будет вот так, на такой же кружок водить, на который ваши дети, допустим, уже ходили в дошкольном возрасте. Поэтому они у вас чуть более сразу придут подготовленные, а он просто поднотореет на дополнительных каких-то занятиях. В школах, да, опять же, вводятся у нас и на внеурочки дополнительные часы, там им что-то объяснят, и на платных дополнительных, опять же, да, тоже на платные. Кто-то будет ходить, кто-то не будет ходить, кто уже все это знает, туда не будет ходить. Потому что, да, зачем ему это все повторять? Он куда-нибудь еще пойдет, на какие-нибудь еще дополнительные курсы, может, к вам куда-нибудь, да? То есть, да, труднее будет тем, кто не учил, Мы поэтому с вами и говорим, что начинаем мы учить английский с дошкольниками, что это лучше всего предвосхитить, чем потом сталкиваться с тем, что у нас проблемы. Вот мне всегда, я вот действую всегда из вот этого положения, что лучше всегда что-то предвосхитить. Не в плане того, чтобы как репетиторы любят делать то, что я недавно комментировала в чате вебинара одного у Ильи Михайловича, по-моему, что это не значит, что если дети никак не приходят уже с готовым выполненным заданием, это не вот то забегание вперед, когда за него все сделали. Нет, он просто это знает. Ну, пускай он знает больше, чем другие. Да, кому... Вот прочитайте комментарий, пожалуйста, в чате Ольги. Да, я абсолютно с этим согласна, потому что это просто все зависит еще и от родителей. Я это как раз тоже описала от того, что на первом слайде. Почему у нас такие проблемы в школе? Ну, тем более, да, вот Анастасия пишет. Если еще и где-то вообще не вводится отдельно алфавит в учебники, то вот вам спасение дошкольники. Он еще русский не знает. Ну, да. А потом он будет еще и английский не знает, а потом еще и второй язык не знает, и ничего он будет не знать, если так действовать. Здесь пример, посмотрите, пожалуйста, да, слово blue. Мы вводим здесь цвета в этой книге, это colors. The sky is blue. Очень короткая задается, понятная фраза. Мы, тем не менее, все равно можем выучить таким образом два слова, не только blue, но еще и sky, что это небо. Да, они запомнят это фразой, они поймут, что это такое, и запомнят отсюда, соответственно, не только слово blue, но и слово sky. Плюс здесь есть задание, опять же, и немножечко на развитие эстетического вкуса, для того, чтобы ребятам было интереснее. Кто-то очень быстро это запомнит, кто-то будет дольше с этим совсем здесь разбираться, то есть зависит от вашего дошкольника. Примеры из жителей подводного мира, из развивашки, как я и сказала, что и про водных, жителей подводных тоже будет. Пример на развитие мелкой моторики, эстетического вкуса, то есть мы сначала изучаем слово whale, потом мы делаем игрушку по выкройке, на 15-й странице есть выкройка, мы ее открываем, соответственно, она в центре книги, и очень удобно с этим совсем поработать. И здесь есть инструкция, как сделать себе такого кита. Плюс, да, представьте, вот они у вас с этим китом, могут потом еще с этой поделкой немножечко поработать, что-то придумать вы можете с ней. Помоги художнику докрасить картинку. Здесь можно научить их, что это не только всегда синий, как с blue, здесь есть light blue, например, да, и можете еще какие-нибудь несколько оттенков выучить. То есть эта книга как в дополнение к вашему занятию всегда будет. Здесь, да, развивающие материалы, пример у нас. Прекрасные есть комиксы, они даются в 12 шагах к английскому языку, с 1 по 12 шаг они есть всегда здесь. Это комиксы такие проблемные направленности, то есть всегда что-то такое у них интересное происходит у попугая, особенно попугая всегда попадает в какие-нибудь ситуации, иногда и Китти попадает, и Чарли тоже попадает. Но вот здесь вот рассказывается, как они сходили в зоопарк. Кит очень нравится ребятам, ну вот, видите, не даете мне соврать. Примерно творческие задания. Здесь fish мы слово изучаем. Это примеры стихи и загадки о подводных жителях. Ергенальны Курбановой книга. В книге даются стихотворения, когда оно дается на русском языке и вводится только одно слово на английском языке. То есть, да, подход абсолютно отличается от того, что мы до этого смотрели. Плюс на второй страничке всегда у нас есть загадка. В речке плавает резвиться наша рыбка-озорница в чешуе и с плавниками разыгралась с рыбаками. Всплеск и вдруг такая тишь притаилась рыбка-fish. Произнесли, несколько раз сказали, с ребятами все вместе повторили. Можно это все изобразить движениями, конечно же, да. И затем мы уже у ребят спрашиваем. Бес, сами не повторяем, да. Ни животные, ни птица плавать. Ох, как мастерица. Чего-то молчаливо. Может жить в воде наскливо. Шевелит губами лишь. Не раскроет тайну. Они вам скажут fish. И плюс мы, конечно же, здесь творчеством немножечко занимаемся, потому что пока мы повторяем, что это fish. Опять же, какие-нибудь цвета здесь можно с вами вспомнить. Да, мы раскрашиваем рыбок, которые нам здесь даны. Также, что у нас еще есть интересное. У нас есть алфавитные карточки с картинками. То есть их тоже можно использовать для развития мышления, причем такого пространственного мышления, потому что мы можем с ребятами играть в игры. И игры перечислены даже здесь уже на фарзации книги. То есть вы можете просто приобрести книгу и в ней сразу же найти и игры тоже. И карточки вы все это разрежете. Посмотрите, с одной стороны карточке дается буква, слово на эту букву, с обратной стороны, соответственно, дается написанное уже это слово на английском, транскрипция к этому слову и перевод на русский язык. То есть абсолютно такая универсальная, хорошая карточка. Я думаю, что они вам не только для дошкольников пригодятся. Да, и по русскому языку тоже такие карточки есть, если вдруг вам это тоже необходимо. Далее. Песеньки и рифмовки тоже полезны нам в дошкольном возрасте. Песни создают положительный эмоциональный настрой. Дети постоянно хотят их слушать повторно, потому что если им песня понравилась, они будут заставлять вас включать заново и заново. И, соответственно, вы сможете пропевать с ними снова и снова. И это будет такое ненавязчивое закрепление языковых навыков, которые вы им, соответственно, привели далее. Стихотворная речь легко запоминается благодаря тому, что она ритмичная, и то, что там всегда есть рифма, поэтому это тоже очень хорошо. Ритм помогает синхронизировать и стабилизировать нейрофизиологические процессы в организме. То есть даже когда они у вас что-то, допустим, читают и в ритм хлопкают, допустим, в ладоши, они будут в этот момент, например, успокаиваться и больше вас слушать. Смотрите, попробуйте в классе проведите под какую-нибудь рифмовку. Увидите, что они будут такие завороженные у вас сидеть сначала. Как пример, здесь вот песенка у меня из «Двенадцать шагов к английскому языку». Песня «There is a tree». Можно и послушать ее. Я, правда, сегодня не брала с собой аудиозапись, но вы можете послушать, скачав аудио, соответственно, вместе с книгой, когда уже приобретете, у вас будет по QR-коду аудио книги. А песенки и рифмовки тоже, да, пример. Здесь у нас рифмовка дается из такого третьего задания, как мы с вами видели на развороте, но из более ранних шагов. «Time for dinner. I'm hungry. You are hungry too. Time for dinner. Sit down to table. Let's eat the soup». То есть она у нас ритмичная, мы ее можем повторять и что-то при этом еще либо показывать, либо делать, либо хлопать, либо на какой-то определенный слог хлопать. Когда мы уже говорим про дошколяк совсем, да, то есть дети 6 лет, то формы обучения должны быть направлены не на усвоение как можно большего количества лексических единиц, а на воспитание интереса к предмету, на формирование коммуникативных навыков и на умение выразить себя. Да, то есть мы, соответственно, можем это все привлечь вот уже у ребят дошкольного возраста. Зачем вводить две одинаковые системы в дошкольном возрасте? Зачем? Затем, что вы хотите – вводите это, хотите – не вводите. Всем угодить, коллеги, невозможно. Найдутся на ваши слова обязательно те, кто скажет, «Нет, транскрипция нужна, потому что а как же без транскрипции?» Поэтому мы, коллеги, подстраховались, и у нас есть транскрипция везде. Вы видите, да, и в развивашках транскрипция дается, и в карточках транскрипция дается. Кому она будет не нужна, обращать внимание на нее не будет. Очень многие к нам обращались, и родители в том числе, что вот как хорошо, что у вас, наоборот, там есть транскрипция. И вот объяснить даже, что не всегда она нам нужна, что здесь же есть аудио, вы можете послушать аудио, или даже в любом словаре найти это слово с аудио, нажать озвучку, и зачем вам эта транскрипция? Но вот, вы знаете, очень часто просят, наоборот, транскрипцию, что она прям нужна, как нужна. Поэтому лучше больше, чем меньше, чем если бы мы ее там не дали, и нас бы наоборот били за то, что почему у вас нет транскрипции. У нас она есть. Используйте, если вам она нужна. Кто-то по старинке просит. Потому что просто, вы знаете, мне кажется, это уже как вот комплектация такая у карточек, например, особенно у карточек. На карточке должно быть все, поэтому у нас там есть все. И даже изображение, и перевод, и даже транскрипция. Так что вот. Используйте, если вам это будет нужно. Ну вот, Алексей Васильевич как раз тоже в письменном виде поддерживает то, что я сказала. Далее, что у нас еще можно найти в 12 шагах? Мы начинаем формировать положительное отношение к школе. То есть мы мотивируем уже к тому, что, тематикой, к тому, что по темам мы можем еще изучать что-то, связанное со школой. Потому что ребята уже в этот момент, они уже хотят все-таки, да, скорее уже в школу. А пока что туда хотят, и слава богу, да, пускай хотят. Раздел называется Time to go to school. Пора в школу. У нас есть, опять же, такая, да, визуальная ситуация. Let's go to school. Мама ведет Сандру и Алекса в школу. Нарисована сама школа, да, то, что всех деток туда ведут. Есть рифмовка, связанная с этой темой. I'm a pupil. I go to school. I go to school every day. I like to study. I like to play. I go to school today. Да, то есть, и опять же, у нас не только дети ходят в школу, но и вот такой замечательный ежик у нас тоже в лесную школу идет. Плюс, да, это вот первое здесь занятие, поэтому здесь вот буковка A. Да, у нас и слово Apple, соответственно, к ней будет, когда ребята все раскрасят. Какой красивый яблочек у них получится. Плюс, также, да, темы. A school bell, да, связанная со звонком. Там есть раздел, что делают дети на переменах, например, чем можно заняться на перемене. Различные, да, вот занятия, что можно делать, да, I write, да, на чем можно писать. На бумаге, что на доске можно писать. В компьютере можно что-то, соответственно, печатать, да, просто от руки что-то писать. Буквка здесь у нас уже, буква Q со словом Queen. Нет, занятия всегда лучше ввести на английском языке. В связи с тем, что у вас не такое большое количество времени есть, и они у вас быстрее научатся понимать ваши команды, которые вы им даете, да. Они у вас сразу же запомнят, что такое будет. Open the book, click the book, да, stand up, sit down. Вы все это вводите, и у вас лишнего никаких здесь объяснений практически не будет. Да, то есть можно лучше все показывать, да, лучше, может быть, не очень сложно использовать несложную лексику. Обязательно должны быть одни и те же у вас команды, да, то есть не меняйте из урока в урок. Если всегда вы говорите, что open the book, да, то они у вас будут, значит, open the book понимать, да, и так далее. Что еще у нас здесь? Знакомим с жизнью начальной школы, да, вот как раз перемены между уроками, что можно делать в перемене, что нельзя делать в перемене, проклассную доску, да, то есть изучение алфавита. Все это у нас в 12 шагах здесь есть. Плюс мы начинаем формировать интерес к чтению, да, тем, что у нас вот есть такой комикс, проблемной направленности с нашими героями, да, что они читают книгу, да, здесь написано, что это book, что let's read a book, this is a bat, this is a bicycle, this is a butterfly. Плюс и слова, опять же, какие-то, да, на буковку B, соответственно, они учат, потому что они в этом уроке учат букву B, то есть это вот очень полезно. Так, пожелание выпустить отдельные наборы карточек, которые даны в этих книгах. Те, что у нас даются, у нас, да, я забыла сказать, у нас в конце книг дается еще и материал для разрезания. Все в этих же, в каждой книге для каждого шага. Да, и, соответственно, я понимаю, да, вам нужны эти наборы карточек как-то отдельно. А зачем они вам отдельные, если их можно использовать и способия? Я просто для себя уже спрошу. Так, аналогичный вопрос, веду урок 78% на английском. Ну вот 80% на английском, мне кажется, это очень хорошо, особенно если вы только здесь не начали, и это у вас трехлетки. Трехлетки, четырехлетки, когда они еще, знаете, много даже откликаются, не совсем все понимают. Каждый ребенок раздать для игры. Ну, если у каждого ребенка есть пособие для надшагов, из которого вы, соответственно, для нужного урока что-то вырезаете, то у каждого получатся будут эти свои карточки. Смотрите, у нас и на форуме выкладывались фотографии с апробацией. Ну вот, они могут у вас заниматься только каждый по своему пособию, потому что там нужно что-то и раскрасить, и соединить. То есть, соответственно, поэтому карточки и идут туда для конкретного пособия. И это уже вопрос к родителям, потому что родители хотят, значит, чтобы учил ребенок английский язык, а как они это будут делать и как будут учить английскому языку, это уже как бы, да, вопрос и проблема почему-то всегда у преподавателя. Ну вот, скажите им, что никак. Тем более, ксерокопия идет, коллеги, ксерокопия, нарушение авторского права, я всегда против. Я как баба ЕГЭ, которая против. Про мотивацию, да, еще в дошкольном возрасте пара слов, что для позитивной мотивации ребенок должен ощущать реализацию своего потенциала и получать реальные результаты своего труда. То есть, то, что мы видели, да, что-то раскрашенное, о чем-то я могу сказать. Здесь вот пример, когда мы уже выучили несколько слов, а мы также опять читаем целым словом, да, потому что здесь мы не изучаем буквы, мы запоминаем визуально, как выглядит слово. Хорошо, если слово короткое, как слово курица, например. Плохо, когда слово какое-то более сложное, как, допустим, пиджин. Но интересное задание оно в том, что мы помогаем ребятам разрезать, да, часто просто родители сами разрезают снизу буковки, которые даются. Задача учащегося вспомнить, в каком слове, из каждого, да, слова, была та или иная буква. Букв здесь хватит полностью притык, да, они смогут их, соответственно, вырезанные буковки приклеить на нужное место, да, мазнули один раз клеем, сверху наклеили нужную буковку в нужное окошко, да, то есть там, где перышками у нас закрыто от птичек. Вот такое вот тоже интересное задание. Они сразу же в конце поймут, что я такой молодец, я запомнил, что вот здесь был там хэ в слове хэн, буковка н, да, что там, где у нас там еще чикен, да, например, здесь подсказка он нарисован, да, цыпленочек у нас этот, да, что вот везде это все у нас есть. Далее, и что я это все сам смог наклеить. Или как здесь пример, когда мы подбираем фрагменты рисунков, да, в задании сверху, у нас на самой картинке что-то пропущено, нам нужно подобрать правильный кусочек на нужное свое место поставить. Мы их тут, правда, не вырезаем, но мы стрелками, да, вот как нарисовано, да, соедини, мы делаем задание на соединение. И каждый кусочек показываем, где он на самом деле должен стоять. Плюс, да, как раз мы слово пиджин здесь изучаем на этом развороте. И мы помогаем художнику докрасить картинку. Кстати, да, здесь, заметьте, цвета очень похожи с цветами из, там, где мы про Китай изучали, соответственно, если вы уже делаете книжку одну, потом книжку другую, можно опять спросить у ребят, а помнят ли они, как называются все эти цвета и оттенки. Да, ксерокопия, она убивает интерес, ощущение дискомфортно по психологическому уровню, а еще ею можно испачкать очень сильно руки, все вокруг и так далее, все зависит от того, на чем вы там ксерокопировали. Плюс, когда вы не передаете цвет, вы лишаете просто абсолютно детей, ну, считайте, вот всего. Вы из 100% даете, дай бог, 10, вот с ксерокопиями. И родители должны это понимать. Если родители этого не понимают, то это просто селявит. Также здесь есть постановка спектакля, спектакль «Большая книга», «A big book». И, соответственно, да, можно вот с ребятами тоже уже все это описано, как сделать драматизацию здесь, да, что нужно сделать в методических рекомендациях. Как мы можем повышать мотивацию у наших дошкольников к изучению языка? Мы можем прививать начальные способности к исследованию, то есть что-то попросить их упорядочить, какие-то предметы рассортировать, сравнить эти предметы. Они, опять же, увидят, что я все правильно сделал, у меня сошлось все задание, значит, я молодец. Потом меня похвалят, потому что важно хвалить ребенка за те достижения, которые он совершил. Все хвалят по-разному, кто-то только устно. Но вы знаете, да, что есть более 100 способов похвалить ребенка. Посмотрите, кстати, статья такая была в журнале «АЯш». Очень интересная. Опять же, кто-то выдает значки, кто-то ставит печатки, кто во что гораст. Я думаю, что в поощрении мы всегда учителя очень добрые, хорошие люди придумаем. Важно оказывать помощь в развитии тренировки навыков, особенно в том, что не получается, ни в коем случае не показывать ребенку, что он что-то так сделал, все плохо и неправильно, чтобы он после этого расстроился, пришел с вашего занятия расстроенным и сказал маме, что я больше туда не пойду. Ни в коем случае. По возможности, здесь очень важное вступительное такое-то словосочетание. Воздерживаться от наказания, критики за ошибки и плохие результаты. Если он, вы видите, что он не специально сделал это все неправильно, есть дети, которые ничего не любят, ничего не хотят, они вам в принципе специально соединить надо, я вам вот так вот все соединю. Это вы увидите. Другое дело, когда ребенок мыслил, думал и что-то напутал, не спускайте на него всех собак ни в коем случае. Нельзя так с детьми делать, вы отобьете у них мотивацию. А также важно стимулировать языковое и символическое общение. Работа с родителями – это сложно. По работе с родителями у нас был вебинар буквально вот, забыла когда, позавчера, мне кажется. Во вторник. Во вторник был вебинар. Посмотрите, запись будет выложена. Если еще не выложено, то будет. Здесь перечислены основные такие принципы раннего обучения английскому языку. Я скажу сейчас почему. Важный, как такой, да, немножко подыток, это опора на имеющиеся знания. То есть мы учимся выражать знания по-английски. Это развитие формирующихся умений от простого к сложному, потому что мы говорим про дошкольников. Знакомство с иноязычной культурой в сопоставлении с родной. У нас это вы видели, да, тоже мы на примере того, как посещать школу. В 12 шагах к английскому языку очень много есть связанного с Россией, сравнения. Великобритания-Россия тоже это все есть. Также, как принцип, это использование обучающих игр и самостоятельные занятия с помощью новых технологий. То есть о чем, да, соответственно, к чему я это все веду, к тому, что вот такие вот принципы лежат в том числе в основе развивающего комплекса по английскому языку Тимки Линьки, о котором вчера более подробно уже рассказал Алексей Васильевич, если вы были у него на вебинаре, соответственно, да, я вам сейчас только что-то повторю, но уже своими словами. И, да, может быть, вы что-то отсюда почерпнете. Так, сейчас смотрю в чат. Ссылку записи вебинара. Как только он там будет выложен, мы еще выложим запись вебинара по Тимки Линьки. Я точно говорю, что мы запись вебинара выложим, наверное, ссылку на наш канал на YouTube еще и в группу Тимки Линьки, чтобы она там тоже была. И по работе с родителями на ingress.ru, как только они все появляются, там все это сразу же видно. Или на нашем YouTube-канале, посмотрите, да, по обновлениям. Как только туда загрузят, соответственно, этот вебинар, то вы увидите. Запись вебинаров. У нас есть канал на YouTube English Teachers. И вы можете ссылку на этот канал взять, например, из нашей группы ВКонтакте. Посмотрите, вы видите ВКонтакте издательство титул. Выскочит наша группа. И у нас там в ссылках справа, в меню справа, в ссылочках, есть ссылка на видеозаписи. Кликайте и попадайте в наш YouTube-канал. Или можете зайти на ingress.ru, кликнуть на, соответственно, семинары, вебинары. И там есть раздел «Видеозаписи вебинаров». Так, какое пособие лучше взять на первый год в шестилетках? Вы можете взять пособие Радислава Петровича Минеруда Наши, 12 шагов курса. Да, вот то, что мы вам точно можем предложить. То есть я вам сегодня уже их показывала. Либо вы можете дополнительно полистать у нас в интернет-магазине. Можно ко всем нашим книгам полистать несколько страниц. Так что посмотрите там. Пожалуйста. Стоит сколько? По цене на 12 шагов к английскому языку, не буду врать, не скажу. Они в районе, по-моему, за книгу около 200 рублей. Лучше посмотреть в интернет-магазине. Коллеги, сейчас я вам ссылочку дам сразу же на интернет-магазин. Englishiches.ru slash shop Пройдите по ссылке, посмотрите. Без опечатки надо. Слепая Лена Евгеньевна, опечатки делаю. Сейчас, коллеги. Вот так. Englishteachers.ru slash shop Пройдите там, пожалуйста, посмотрите. Там все-все цены, странички. Опять, что я вам только цену назову. Вы там больше на много страниц увидите и способия сможете полистать. И там из методических рекомендаций есть небольшие такие выдержки, чтобы вы понимали, как это выглядит. Потому что что-то я сегодня не показала, потому что это было бы и так чрезмерно много. Мы и так с вами уже сейчас говорим. Итак, про тинки-линки. Комплекс тинки-линки может использоваться как основа для развития обучения дошкольников, так и в качестве дополнения к любому учебнику английского языка в начальной школе. Но мы, опять же, говорим именно с точки зрения дошкольников. Включает в себя комплекс серию книг и мобильные приложения. Посмотрите, серия книг и про дом, и «Be safe on the road», и «In the city», то есть «Face and body» – очень интересные темы. Здесь 15 тем, соответственно, в самом мобильных приложениях, 250 слов, игровые тренировочные упражнения, есть аудиозаписи, развивающие задания и система контроля. Здесь дается также рекомендованный порядок изучения тем, то есть с какой темы начать, какой темы лучше заканчивать. В конце вы видите уже более такие действительно сложные темы, это дом и комнаты, правила поведения на дороге, в городе. Рассказывается, что можно узнать в каждой из тем, то есть ориентироваться по такому порядку очень хорошо, удобно в этом комплексе. Вот пример, например, из книги «Be safe on the road». Вы видите здесь и «Pedestrian», и «Road», и «Pedestrian Crossing». Все это они изучат. Все на английском, конечно же, да, вы видите, дается. Из «Mike's Magic House» тоже такой разворотик покажу. Мобильные приложения, да, могут, например, родители, если у вас есть детки, дошкольники, вы для своих деток, можете это мобильное приложение установить и по нему, соответственно, работать. А книги, они у нас в продажу поступят на этой неделе. Можно будет еще и книги, соответственно, чтобы получился полный комплекс, вам еще и книги докупить к нему. Здесь, да, вы видите «Living Room» вводятся понятия. Есть небольшой текст, очень-очень коротенький, да, для того, чтобы ввести это понятие, и несколько заданий. И «In the City» тоже я вам так кратко пример покажу. Опять же, да, большая такая картинка дается, по которой мы, соответственно, работаем. Здесь и вопросы задаются, и где находится главный герой, что мы здесь видим. Вот видите, те, кто уже вчера послушал, и кому уже, да, вот установили, например, Ольга установила для дочери, кто играла дочку с удовольствием, пишет, в приложении. Да, посмотрите, вот самое, мне кажется, здесь вот интересное, это приложение, потому что вы можете даже, не дожидаясь, пока у вас поступит в продажу книги, и уже все это, да, покликать с ребенком, да, посмотреть, вы можете посмотреть, как организован контроль, он там очень хорошо организован, сейчас я вкратце покажу, по-моему, у меня есть. Есть бета-версия, она такая, да, бесплатная, но она очень укороченная, там, по-моему, три темы, или две темы, очень коротенькая версия. И расширенная версия, да, где уже, соответственно, все темы, то она идет, вот, да, за 167 рублей. Да, недорого, зато сразу же, вот, вы комплексно получаете все, все-все-все темы. Так, а вот, кстати, по поводу, как вы пишете, есть косяк, пишите на Google Play, соответственно, да, там можно написать разработчику, кликайте, пишите, что вот, а почему то-то и то-то, если вдруг что-то не сработало, тоже, да, пишите. Можно группу ВКонтакте, тинки-линки, да, вчера Алексей Васильевич давал все ссылки, я, по-моему, тоже сегодня дам. Конечно, лучше в планшете изучать английский, чем просто в пустую играть, да, в какие-нибудь догонялки. Там, по поезду, да. Сами приложения, анимированные озвученные рисунки, в нем можно повторять сколько угодно раз. Там есть, например, на развитие памяти задание, на Memory Game. Давайте мы с вами посмотрим на Memory Game Video захват. Я надеюсь, что у вас запустится он. Plane, horse, doll, plane, 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 Вот такой вот, да, на развитие памяти. Например, задание, да, Memory Game. На понимание на слух есть задание. Узнать на скорость, нужно быстро, да, кликнуть, соответственно, произносится название животного, нужно быстро вспомнить, что это за животное из тех, что здесь появляются и исчезают, очень быстро появляются и исчезают, и успеть на него кликнуть, соответственно. Чем быстрее кликаешь, тем больше времени экономишь, потому что там есть такие, да, часы песочные, которые сыпятся вниз, и время уходит, соответственно. Давайте еще один покажу на Hidden Letters. Например. V L K H D A И так далее, да. То есть вы видите, как только звучала буква, название буквы, нужно было из появившихся букв найти именно эту букву и успеть на нее быстренько кликнуть. Естественно, чем больше сделано, тем, чем больше сделано букву за время, тем лучше. Так, далее. Должен быть маленькие точки или стрелочки, это не все понятно, куда на картинке нажимать надо. Так, не очень поняла. Ну, что-то связанное с навигацией. Тоже пишите, коллеги, либо в сообщении в группу, в Тинки-линке, да, в практике сообщения, либо через Google Play обратиться к разработчикам, написать письмо разработчикам. Да, всегда найдете, как нам что-нибудь, данное писать. В крайнем случае, да, напишите нам на Connect. Да, ConnectEnglishThings.ru Мы передадим. Также, да, контроль, как устроено в мобильном приложении. Вы кликаете, соответственно, на изображение, где, да, родительская страничка. Я думаю, те, кто уже вчера, вот у кого вчера дети поиграли в приложение, увидели, да, там задается вопрос математический, сколько будет там, столько-то умножить на столько-то, или столько-то сложить, какие-то две цифры, допустим, нужно сложить. Вы впечатываете ответ, если ответ верный, значит, вы взрослый человек, и вас можно пропустить на эту страницу. Так, на Apple Store. Они и для... приложение так и называется. Тинки-линки, да, он идет. На Google Play я его точно видела. Сейчас нам, я думаю, Алексей Васильевич подскажет про... для iOS. Но самое интересное, да, здесь в контроле вы видите, сколько играл, в какую игру играл ребенок, сколько минут он в нее играл, или сколько вообще не играл, да, может быть, включил и через секунду закрыл. Опять же, спросите, почему. Узнайте, что не понравилось ребенку, да, может быть, что-то сложное, вот там где-то 44 секунды было открыто, где-то минуту, да, нашел, сколько пар картинок он нашел. Все это будет здесь у вас в журнале изложено. То есть все, с чем ребенок играл здесь, в этом приложении, вы увидите. И плюс, да, такая небольшая похвала здесь может быть. А если ребенка зовут, например, как Алекс, вы его вбили, да, has colored a picture wonderfully. Можно поделиться своим результатом, да, то есть через кнопочку поделиться, как везде. У Тинки-линки есть сайт, есть YouTube-канал, и также вот в группе ВКонтакте выкладываются и материалы различные для скачивания, и статьи о раннем обучении английскому языку. То есть все это можно посмотреть ВКонтакте в группе Тинки-линки for Kids по ссылочке. И мне бы хотелось завершить сегодняшний вебинар фразой, опять же, связанной с госдошкольным образованием, что в ГосдО определяет в качестве главной цели занятий развитие личности учащихся, предупреждая против контроля усвоения дошкольниками предметных знаний. То есть мы их в первую очередь развиваем. Главное – это развитие личности, укрепление детского желания, учиться дальше. И это имеет отношение абсолютно к любому занятию, которое мы будем проводить дошкольниками, в том числе и связанное с иностранным языком. Вот так вот, коллеги. Это то, что я вам хотела сегодня рассказать. Здесь, как всегда, даются, конечно же, ссылки на наши контакты, на EnglishTeachers, на форум, на интернет-магазин englishteachers.ru.shop, то, что я уже давала, да, ссылочку в чате. На нас в социальных сетях, где вы нам тоже можете задать вопрос. Если что, пишите для кого вопрос, мы всегда переадресуем их по какой теме. Мы есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. И у нас есть свои хэштеги, издательство титул и титул паблишерс. Поэтому тоже, если вы что-то где-то были на мероприятии, где мы выступали, ставьте, когда выкладываете, делите своими фотографиями, ставьте эти хэштеги, мы тоже вас найдем, обязательно поделимся в своем аккаунте вашей фотографии. Да, репостим. По сертификату. У нас теперь можно не только получить электронный сертификат, код, для получения которого у вас сейчас в чате, и ссылка, где получить, тоже в чате. Да, вы видите, у вас код для сертификата появился, и где можно получить сертификат. Вы также можете получить еще и напечатанный сертификат. Это сделать очень легко. Вам нужно по электронной почте тогда направить полученный электронный сертификат. То есть сначала вы получаете свой электронный обычный сертификат. Но если вам нужен еще печатный, с печатью, полностью с указанием, что у нас есть лицензия на ведение образовательной деятельности, опять же, там будет ваш номер сертификата сохранен, то вы можете написать заявку в свободной форме на connect-собака-ingrestics.ru. Там же вы указываете свой полный почтовый адрес, чтобы вам доставили, соответственно, ваш сертификат. И вам выставляется счет обратным письмом на 150 рублей. Печатанный сертификат с печатью, все как вот чаще всего спрашивают, что почему нет печати, почему не указана лицензия. Вот со всем указанным, с печатью, с лицензией, такой сертификат, напечатанный по обычной почте, почтой России отправленной, будет стоить 150 рублей. И вам будет выслан сертификат, соответственно, на тот адрес, который вы укажете. Подпись электронная? Нет, там полностью он распечатан и напечатанный. То есть, соответственно, полагают руки. Потому что он кладется в конверт, он готовый, распечатанный, он не электронный. Электронная подпись, как правило, ставится на электронные документы. Здесь это печатный сертификат. Так что вот можно еще и так заказать теперь сертификат. На этом, коллеги, у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Больше вопросов никаких не вижу. Надеюсь, код для сертификата у вас у всех сработал. Все хорошо, все скачалось. Оставляю вам, коллеги, также слайд с тем, как получить напечатанный сертификат. Пожалуйста. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...